вечер добрый да вот смотрю потихонечку включаемся в экран и у нас с вами сегодня будет некая такая интересная тема тему нас с вами будет сегодня про осла вот кто-то уже пришел включился и еще раз повторю что наша сегодняшняя тема про осла кто осел я начну я надеюсь что меня слышно все подтвердят жалко когда урок пропадает из-за плохо работающего микрофона да и я хочу начать урок совсем известного детского стишка маршака слышно меня да желательно если кто-то подтвердить что слышно вот да да и начну с детского стишка маршака мельник на ослике ехал верхом мальчик за за мельником плелся пешком глянька толкует досужий народ дедушка едет а мальчик идет где это видно где это слышно дедушка едет а старый идет мельник и мальчик садятся вдвоем оба на ослике едут верхом мельник и мальчик садятся вдвоем оба на ослике едут верхом где-то и внука скотина везет где это видно где это слышно деда и внука скотина везет дедушка с внуком плетутся пешком ослик на дедушке едет верхом тьфу ты хохочет народ у ворот старый осел молодого везет где это видно где это слыхано старый осел молодого везет в этом детском стишке заложено сразу несколько тем на которые я хотела бы с вами поговорить и которые бы я хотела обсудить вы помните с вашего детства этот стишок на самом деле на основании этого стишка есть несколько хасидских сипуримс и несколько хасидских рассказов которые добрый вечер добрый вечер всем которые обсуждаются и с такой стороны и с такой стороны и мусар и хасидут из этого учатся очень важные вещи заложены казалось бы в простом детском стишке даже который и не хасидский там из нашего простого детства да наверное важно мне сказать что самый первый грех в истории этого мира был совершен через речь его источником стали дьявольские слова змея обращенные к доверчивой хави которая ждала только еви да которая ждала только самого хорошего и вот в этом именно о моральном таком и коварном соблазне словами заключена вся опасность которая есть в этом мире да то есть неправильное использование речи неправильно направленные слова могут привести в этот мир много непростых последствий одна из форм для употребления речи и заслуживает специального разбора есть много есть там и злословие лошонара такая лошонара такая такая я же хочу поговорить с вами про пустословие да то есть вот сейчас мы с вами прочитали стишок когда кто-то что-то видит кто-то кого-то видят и надо обязательно сказать добрый день татьяна надо обязательно сказать какое-то свое слово дать какую-то свою оценку тому что мы видим какому-то человеку и так далее пустая болтовня пустословие она создает особую проблему даже если сами слова по себе они и не лживые и не греховные и даже по идее не направлены на то чтобы обидеть специально кого-то перед нами с вами есть один стоит прям четко да один из аспектов проблемы напрасного расходования человеческих ресурсов да то есть любое время и усилия безрезультатно потратить потраченное человеком это потеря частицы самой жизни и к этому надо относиться серьезно то есть если мы просто хотим побеседовать обсудить смотри там у нее не знаю есть это у нее есть это его поступок такой его поступок сякой и так далее и так далее мы потратили часть своей жизненной энергии части своей жизни часть своего времени на пустые никому не нужные разговоры да и это называется на иврите дворим батылим то есть дворим батылим это ненужные и бессмысленные слова которые создают некий образ лишенные какого-то внутренней внутренней силы и это на самом деле не меньшее зло чем плохой поступок да слова в этом мире для того и существуют чтобы раскрывать значимости обликать конкретную плоть какую-то реальность а бессмысленные слова бессмысленные она подрывает само существование именно предназначение речи предназначение слова предназначение того что мы из своего рта что мы из себя приносим в этот мир в можно сказать что это грех пустословия и в этом грех грехе греху грехе в этом в пустословии короче скрыта некая такая непостижимая тайна этот грех доставляет нам удовольствие иногда нам составляет огромное удовольствие почему многие люди мы может быть любим часами болтать и часто нести разную чепуху да так вот я хочу сказать что это одно из свойств человеческого общения и многие люди просто выходят из дома и идут на какую-то вечеринку только для того чтобы поболтать да помните там в русской литературе всякие там светские балы встречи обязательно люди должны были встретиться кого-то обсудить о ком-то поговорить и чувствовали что не провели время хорошо выполненным долгом да на самом деле это не только тогда когда-то было у меня еще пару лет назад было в оцепе некая такая группа я вообще занимаюсь шедухом если вы знаете да вот была специальная группа для шедуха там собирали людей которые интересовались проблемой шедуха но в той группе начали говорить на разные всякие темы я сказала что не надо будут две разные вещи и создала специальную группу которая называлась болтушка то есть то самое место где люди могли просто общаться и говорить совершенно на те темы которые они считали для себя нужным и важным ну конечно я подразумевала я думала что там будут говорить на тему шедуха на какие-то там важные к еврейству тему и так далее в тот момент когда я увидела что это переросло в в пустые слова да и то я просто эту группу закрыла просто мне было жалко времени тех людей которые туда заходят хотя что-то увидите что-то услышать и в результате тратят время совершенно на мой взгляд впустую да потом кто-то там уже создал свою но я во всяком случае к этому уже слава богу не имею отношения надо понять что речь то что мы говорим она соединяет говорящего и слушающего если я хочу донести до вас что-то я начинаю это говорить и вы это слышите и воспринимаете это в себя и интересная такая вещь что функция речи она аналогична чему как вы думаете предположите чему она аналогична какой функции в организме человека она аналогична кто может написать она аналогична функции размножения наши слова они подобны семени то есть если ими правильно пользоваться они раскрывают некий источник некое рождают рождают некую мысль некую действительность тем кто их произносит и энергия этих слов она достаточно велика чтобы установить связь между говорящим и слушающим вот я что-то говорю и вот я вижу там число слушающих урок увеличивается уменьшается да то есть вот у меня есть понятие такая индикация что я вынула из своего рта действительно если некий какой-то отзыв этого может быть вы слышали такую поговорку каково семя таковое племя ну или наоборот да еще есть некие выражения там посеять зерна раздора или наоборот посеять зерна знаний знакомы вам эти высказывания так вот функция речи как я только что сказала она аналогично функции размножения в нашем здешнем мире тело произведет на свет потомство то есть физическое существо в образе ребенка а то что можно было бы сказать высшим миром головы до души есть другая продукция эта продукция это слова и речь и если дети это внешнее проявление жизнедеятельности родительского тела то слова это внешнее выражение мыслительной деятельности говорящего вы прекрасно знаете что десятью изречениями повелениями изречениями был создан мир а мы же себе позволяем использовать инструменты которые нам дали а каждого из нас есть инструменты для создания целого мира целого мира замечательных вещей вот этими инструментами мы часто их используем для некого топтания на месте мы идем разговариваем да обсуждаем что-то непонятное и результат что то что нам дали мы неправильно им воспользовались хотя надо сказать что не только мы а даже самые великие люди в нашей истории они совершали те же самые ошибки в Вавилонском Талмуде написано что сказал Раф Иуда что если бы царь Давид не стал слушать лошон ара или пустые слова то не было бы разделено царство и не стал бы народ Израиля поклоняться идолом и не были бы мы изгнаны из своей страны представляете то есть сначала я вам рассказала про змей который нашептал что-то хави и наша история пошла в одну сторону потом сейчас я вам рассказываю про царя Давида который прислушавшись к словам да разделил наше царство совершил много-много непростых поступков и так далее поэтому понятно что это от Всевышнего но от Всевышнего это даете нам для чего-то мы с вами начали говорить про осла да вот ваших поступках у вас есть что-то что можете сказать окей вот из этого детского стишка я могу для себя взять что-то что я могу о чем подумать и она изменит мою жизнь да и можем ли мы понять что мы можем кого-то опозорить и к чему это приведет что человек подумает что окей он меня опозорил перед другими значит и я я я его тоже опозорю и соответственно начнется опять раздор и ссоры и споры и опять это приведет к чему-то плохому раби мендель меняхи мендель и скотска говорил такую интересную вещь что мера мудрости она не в том чтобы отличать добро от зла а в том чтобы творить добро и воздержаться от зла очень важная вещь очень важно понять да что мы не только должны понимать что то что мы делаем это хорошо или плохо мы должны понять что зло в принципе должны от него отходить если мы знаем что наши слова могут кого-то обидеть могут сделать кому-то больно да мы должны просто от этого отойти и тут я хотела наверное еще поговорить о том что происходит с человеком про которого говорят те или иные вещи да то есть мы сначала с вами поговорили том что самому нехорошо говорить а теперь надо понять что происходит с человеком про которого говорят вещи, которые его обижают или ставят в неудобное положение. И особенно, если эти вещи, эти слова говорят при всех. Страшные и унижительные характеристики из уст, которые происходят от людей, которых мы любим и которым мы доверяем. Потому что их замечания, я не знаю, о внешности, о поведении, о наших поступках. Они способны поселить в нас, с каждым из нас, страшнейшие комплексы, которые впоследствии будет очень трудно из себя вынуть. Но что нам делать, если мы люди впечатлительные, и чужое негативное мнение влияет на нас, и, соответственно, мы начинаем каким-то образом действовать, что-то делать, да, мы услышали, ну, услышали, ну, вот как в этом сказке, да, ну, что же там, какой неприличный пожилой человек, да, сам едет на осле, а маленький ребенок идет, или наоборот, какой невоспитанный мальчик, его дедушка идет, ну, и так далее, и так далее, да. То есть каждый раз найдется кто-то очень добрый, который увидит в наших поступках что-то неправильное и нехорошее. Что нам делать с этим негативным мнением, как нам с этим жить, как от этого отталкиваться, да. То есть, ну, первое и самое понятное, что я могу посоветовать, это стараться как можно меньше общаться с людьми, которые употребляют вот добрые советы такие по поводу того, что вы делаете или не делаете, и как вы делаете, да, то есть если там кто-то вам говорит, ты такая толстая, там, или худая, или неухоженная, или некрасивая, да, сами выберите, кому что говорят, да, поэтому тебе нужно. Вот момент, когда вам говорят, тебе нужно, надо всегда останавливать вот этого доброжелателя и сказать, что то, что мне нужно, я решу сам, да, а если тебе нужно, то ты сам и делай. И когда вы один, два или три раза скажете такое людям, которые вам советуют, в следующий раз им, наверное, очень не захочется советовать. Опять же, отвечать надо всегда очень вежливо, однозначно и, конечно, тоже не при всех, потому что нельзя, как я только что говорила, кого-то позорить при всех. И, наверное, создаётся вопрос, зачем Всевышний хочет, чтобы мы вот проходили через эти испытания. То есть, что за испытания? Ну, кто-то тебе там что-то сказал, кто-то тебя обидел. Почему ты это воспринимаешь как испытание? Но это тоже испытания. Это те испытания, которые строят судьбу нас, как каждого человека, так иногда и целого народа. Так вот, испытания обычно даёт нам Всевышний для того, чтобы вырастить нашу веру, укрепить и испытать нашу веру, чтобы наша вера во Всевышнего и иногда в себя, в свои возможности, чтобы она стала настолько ощутимой, чтобы мы смогли воочию увидеть любовь Всевышнего к нам. И в тот момент, когда мы понимаем, что всё, что с нами происходит, всё, что нам говорят, это любовь Всевышнего. Всевышний хочет увидеть, как мы поступим в ответ на те самые слова или, наоборот, на поступки другого человека. Всевышний поместил нас сейчас в эту самую ситуацию, там, где мы находимся, только для того, чтобы мы познали Его, Его милость и познали себя. Что значит познали Всевышнего? Познали Всевышнего – это значит, что мы должны сделать Ему жилище тут, в этих нижних мирах, вот в этом мире, где мы находимся, вот на том самом месте, где мы находимся, да? То есть мы должны впустить туда Всевышнего, это наша задача. Произошло что-то не очень приятное, не очень хорошее по отношению к нам или, не дай Бог, мы что-то сделали. И тут мы должны остановиться и сказать, окей, а где во всём этом Всевышний? Соответственно, мы понимаем, что человек должен пройти через какое-то испытание, испытание того, своих качеств, своего хорошего отношения к другим людям. Вообще же такое испытание, да? Испытание – это значит, что каждый из нас должен раскрыть, должен сам себе, ну и Всевышнему, который нас сюда привёл, да? Не другу, не товарищу, не советнику, а у нас есть Всевышний и есть то, что каждый из нас должен совершить по отношению к семье, по отношению к себе. Мы должны раскрыть в себе внутри некие сокрытые и внутренние силы, которые до этого, до этой ситуации, происшедшей с нами, не были раскрыты. И вот раскрыть из того самого ещё неизведанного, неизвестного нам места внутри души, раскрытые силы, чтобы выстоять и в этой трудной ситуации, и быть готовой к любым дальнейшим трудностям и так далее. И это называется выстоять в Нисайоне, выстоять в испытании, возвыситься. Возвыситься, то есть поднять свою душу на более высокий уровень. И сказано, что кто мудр, кто выдержал испытания, человек, выдержи испытания, это значит мудрый человек. И не бывает, кстати, так, что мы замечаем что-то, какой-то поступок другого человека, или какие-то слова, или какую-то ситуацию, чтобы мы замечали её просто так. Есть притча об одном еврее, который, не очень умном евреем, который победил очень умного теолога в Испании. И тогда этот теолог говорит, что Бог бережёт дурачков, наивных и простых и добрых. На что тот ему отвечает? Что знаешь, что если ты вдруг увидел напротив себя дурачка, знай, что ты видишь свою проекцию. Это опять же к вопросу, кто осёл. И вот мой как бы небольшой совет. Это отвернуться от зла и начать делать добро. И важно тут не перепутать. Есть люди, которые говорят, надо бороться со злом. Надо бороться со злом и привести в этот мир добро. Не надо ни с кем бороться. Не надо ни с кем бороться. То есть наша еврейская традиция учит, что у человека, который посвятил свою жизнь в борьбе со злом, не остаётся времени для добрых дел. Если мы будем постоянно с кем-то бороться и что-то делать, и есть несколько людей, которые мне говорят, ну это же нечестно, ну это же неправильно, это же нехорошо. Надо доказать, надо показать, надо объяснить. Надо, 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 надо. А если мы это не объясним, то, говорит, кто-то вообще никогда не придёт в машиах. Почему? С чего ты решил? Нет, нет, не надо. Надо отвернуться от зла, отдалиться от зла и привести в свою жизнь хорошие поступки. То есть совершая добро, мы тем самым одерживаем победу над злом. И закончить я хочу вот нашу эту беседу некую историю, которая, на мой взгляд, лично мне, во всяком случае, она указала некий путь. Я надеюсь, что, может быть, и вы кто-то возьмёте для себя что-то с этого поучительным. Секретарь предыдущего Рэбби, Рэбби Йосеф Ицехка, Рэбби Раяцца, рассказал как-то такую историю, что как-то однажды он зашёл в кабинет к Рэбби Йосефу Ицеху и обнаружил, что Рэбби лежит на полу. Парализованный Рэбби упал с удалительного кресла и сломал себе руку. Настолько у него было тяжёлое состояние, что это не позволило ему даже кричать, чтобы позвать на помощь. Но, к удивлению, секретаря Рэбби улыбался, и секретарь его спросил, я не понимаю, чему вы улыбаетесь, чему вы радуетесь. И Рэбби Йосеф Ицех ответил ему, меня с самого утра мучило дурное предчувствие. Я боялся, что что-то должно случиться с моим народом, что-то должно случиться с евреями, что произойдёт какое-то несчастье. А на самом деле я всего-то упал и сломал руку. Такое маленькое недоразумение. До следующей недели совет, желаю вам, не советую, желаю. Желаю каждому найти свою дорогу, пройти своё испытание. И чтобы у вас была хорошая неделя, хороший шаббат. И до следующей встречи. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok